МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛАУ Новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Кустанайским сельхозтоваропроизводителям одобрили пролонгацию кредитов, взятых на весенние полевые работы. О том, кто может получить отсрочку, подробнее расскажет Татьяна Калюшная. До 200 человек в день прививаются в пунктах вакцинации первой поликлиники. С прошлой недели открыты и новые пункты в студенческих общежитиях. Подробности в материале Яны Галла. Учебный год для школьников и студентов будет проходить в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Обход школы для сотрудников и преподавателей будет производиться по системе ОШИК. Подробнее расскажет Алия Дасмагомбетова. Сельхозтоваропроизводителям Кустанайской области дадут отсрочку по кредитам. Предложение о пролонгации погашения кредитных обязательств фермеры озвучили еще в июле, когда стало ясно, что из-за жары большого урожаю получить они не смогут. Чтобы не оказаться в сложной финансовой ситуации, Кустанайские аграрии и попросили государства о помощи, которую им одобрили. Татьяна Калюшная продолжит тему. Фермеры Кустанайской области в середине лета начали просить помощи у государства, когда стало ясно, что из-за сасухи они могут не получить большого урожая. Предложение о пролонгации погашения кредитных обязательств перед финансовыми институтами в Этирек было одной из самых первых и основных. В июле месяце наши предприниматели собрались на площадке палаты предпринимателей, чтобы обсудить данный вопрос. В ходе которого мы написали в центральный аппарат Атомикен письмо о просьбе предпринимателей, чтобы провели пролонгацию для таких крестьян, которые взяли кредиты. Нас услышали и финансовые институты Байтирека отозвались, что крестьяне, которые пострадали, могут подать индивидуальную заявку на пролонгацию. Сейчас местными исполнительными органами составляются списки сельхозтоваропроизводителей, желающих воспользоваться данными мерами поддержки, сообщили в палате предпринимателей Курснойской области. Но окончательно список сформируют лишь после окончания уборочных работ, когда станет ясно, насколько именно соберут аграрий зерна на своих полях, чтобы продать его и рассчитаться с долгами. Пролонгация будет рассматриваться индивидуально. Каждый предприниматель должен посчитать, это выгодно ему или нет. Потому что отсрачивается просто погашение кредита на следующие года. Там рассматриваться будет каждый индивидуально, скажем так, на год, до следующего урожая. При этом, согласно официальным данным Управления сельского хозяйства и земельных отношений региона на проведение весеннеполевых и уборочных работ через аграрную кредитную корпорацию, по хозяйствам и области в этом году было получено почти 26 миллиардов тенге кредитных средств. А по форвардному закупу сельхозпродукции через протокорпорацию 10 миллиардов тенге. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. В Кустанайской области идет уборочная кампания. Из-за жары она началась раньше обычных сроков. Согласно данным Управления сельского хозяйства и земельных отношений Кустанайской области, к уборочной приступили все районы. Уже убрано 1 миллион 200 тысяч гектаров, и это почти 30% от всей посевной площади этого года. Первым делом хозяйство убирают зерно, которое рано созрело и подгорело на солнце. По официальной информации, средняя урожайность по Кустанайской области на сегодня составляет всего 4,1 сантиметра с гектара. На хлебоприемные пункты поступило 1,3 миллиона тонн зерна, большая часть которого отнесена к третьему классу, оставшаяся к четвертому. Другим темам. До 200 человек в день прививаются в пунктах вакцинации поликлиники номер один Кустанай. Новый поток желающих привиться медики связывают с поступлением в область китайской вакцины компании Синофарм Вера Сел. Ее ждали те, кто в силу разных причин не смог привиться вакциной Хаят Вакс. Без очереди в прививочный пункт пройти вакцинацию могут и студенты. Два новых прививочных кабинета в связи с началом предстоящего нового учебного года открылись в общежитиях КГУ и Медколледжа. Подробности в материале Яны Галла. Вакцинация от коронавирусной инфекции населения Кустанайской области продолжается. И пока одни, решившись, приходят получать первый компонент, другие завершают курс вакцинации и получают второй. Чтобы не скапливать очереди в Кустанайской городской поликлинике номер один, решили открыть два дополнительных прививочных пункта для студентов. Также мы открыли в Медколледже прививочный пункт. Мы прививаем студентов. Сейчас как раз студенты все приедут в общежитие, заселятся и на учебу в КГУ. В Итурсеново, в общежитии Попушкино тоже имеется прививочный пункт. Работают ежедневно, каждый день, даже суббота, воскресенье работаем. Прививочные пункты в бизнес-центре и самой первой поликлинике работают также без выходных. Но их график работы пролонгирован с 8 утра до 9 часов вечера. В среднем во всех прививочных пунктах первой поликлинике прививку от коронавирусной инфекции в день получает 200 человек. На сегодняшний день имеется вакцина «Спутник», российская вакцина «Спутник Ви». Она прививается от двухкомпонентной, прививается с интервалом в 21 день. От 21 день до 90 дней можно на второй компонент привить. И имеется вакцина «Вероцел» производства «Синофарм». Она также китайская вакцина, такая же, как «Хаят», как «Коронавак». Тоже двухкомпонентная, интервал 21-28 дней. Рассказала Айнура Абдебекова и о том, что кустанайцы могут получить медотвод, если имеются на то показания. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Каждый пациент обращается к своему участковому терапевту, и он смотрит уже на состояние и говорит, прививаться можно или пока медотвод небольшой, кому-то месяц, кому-то два дается. И после заболевания КВИ, коронавирусной инфекцией, медотвод от трех месяцев до шести месяцев, и после также можно прививаться. В числе наиболее популярных причин медотвода – аллергические реакции. Сезонное обострение, к примеру, полиноза, может стать причиной временного медотвода. Однако, если острой фазы нет, то медики рекомендуют не затягивать с получением вакцины от коронавирусной инфекции. И это касается не только аллергии, но и других хронических заболеваний вне фазы обострения. Уроки и перемены в разное время для классов, а вход в школы для учителей и сотрудников по системе АШИК. Объекты образования области готовы к штатному режиму. Одно из главных требований – это соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. Масочный режим, термометрия при входе в школу и, по возможности, отдельная рассадка учеников за партами. Подробнее в нашем следующем сюжете. До нового учебного года остается несколько дней. Начнется он в штатном режиме, но с соблюдением всех санитарных норм. Для учеников будет действовать система – один класс, один кабинет. То есть уроки будут проводиться в одном кабинете с проветриванием и дезинфекцией. А также для минимизации контактов среди учащихся перемены для классов будут в разное время. В школах предусмотрено скользящее расписание, разное время начала смен, разное время для перемен, чтобы минимизировать контакты учащихся. Продолжительность уроков составит 45 минут. В школах действует масочный режим. Предусмотрены и выделены 105 миллионов на средства дезинфекции. Будут проводиться влажные уборки, проветривание, утренняя термометрия. Еще одно из нововведений – это система АШИК в объектах образования. В школе сканировать QR-код на входе необходимо будет только сотрудникам и преподавателям. А если в классе выявят заболевшего COVID-19, то этот класс временно будет переведен на дистанционный формат. Привожение АШИК будет действовать во всех учебных заведениях области. Это и детские сады, и школы, и колледжи. Но действует она для совершеннолетних людей. То есть это не касается учеников. По АШИКу в школы, в сады будут заходить преподаватели, сотрудники данных организаций. При определенной необходимости может быть родители, совершеннолетние учащиеся колледжей. Учащимся эта система не нужна. А вот что касается торжественной линейки 1 сентября, то она будет только для первоклассников. Как отмечает Управление образования, проходить она будет на свежем воздухе. Родители прийти могут, но не больше одного человека. 1 сентября пройдут праздничные линейки для первоклассников. Первоклассникам будут вручаться алипей, либо букварь в зависимости от языка обучения. Линейка пройдет под знаком 30-летия Дня независимости и 180-летия нашего земляка, Великого Пресвятителя Ибраил Дансарина. Для учащихся 2-11 классов будут организованы классные часы. В этом году учащиеся могут ходить в одежде делового и классического стиля. Но в случаях требования строгой формы учебного заведения, родители могут обратиться в отдел образования по месту жительства с указанием на неправомерные требования. Анна Лазарева отмечает, что объекты образования области полностью готовы к работе в штатном режиме. Денежные сертификаты, благодарственные письма и почетные грамоты лучших учителей Кустанайской области традиционно наградили по итогам августовской конференции. Отметили и восьмерых победителей областного конкурса, которые получили звание «Лучший педагог». И теперь они будут представлять наш регион на республиканском уровне. На награждение побывала и наша съемочная группа. Лучших учителей и работников сферы образования по итогам августовской конференции наградили денежными сертификатами, грамотами и благодарственными письмами. Поздравила и вручила награды заместителя Кима области Бахыт Ясимова, которая отметила, что педагог имеет важную роль в жизни каждого человека. Перед системой образования педагогами в свою очередь стоит ряд задач. Это повышение качества образования и востребованности наших выпускников. Развитие способностей учащихся в науке, культуре, спорте. Непрерывное образование и профессиональный рост для повышения статуса педагога. Очень радуюсь, что в два с половиной раза практически увеличились магистры. Мы понимаем важность непрерывного обучения. Действительно, сейчас сфера образования очень мобильная. Ярки Булана Тулигенова сегодня наградили денежным сертификатом на 875 тысяч тенге. Он стал одним из восьми победителей ежегодного областного педагогического конкурса. Эта награда стала, наверное, какой-то такой знаменитой датой, именитой датой, которая показала, что мой труд был не напрасный. Именно это то, к чему я стремился. Как только я вступил на образовательную деятельность, у меня была поставлена цель, что получу грамот директора управления образования города, области и министра образования. На данном этапе я грамоту от управления образования уже получил. Остается от министра образования. Всего к награждению представили 21 человека. Руководитель управления образования Зауре Байменова также поздравила педагогов, отметив, что сегодня для учителей созданы все условия для работы и развития. А также пожелала им успехов в новом учебном году. В свою очередь радует то, что каждый педагог старается повысить качество своей работы. Как растет у нас материальная поддержка, также и должно повышаться качество знаний детей. Сегодня в зале присутствуют лучшие из лучших. Это и представители дошкольных организаций, среднего образования, техническо-профессионального образования. И в преддверии нового учебного года хочется вам искренне всем пожелать успехов, крепкого здоровья, успехов в достижении всех поставленных перед собой целей и задач. Александр Пек – учитель биологии и географии Заркалыка. Также получил звание лучший педагог. Александр признается, что рад этой победе, а вдохновляют его ученики. «Работаю в школе 11 лет. И к этой награде я шел довольно долго. Но самое главное в моей работе – это то, что мне повезло работать в замечательном коллективе. И те ребята, с которыми мы приходим к победам, они нереально умные, нереально талантливые. Их непрерывная тяга к знаниям вдохновляет, вдохновляет». Наградили и отдел образования. Так, по итогам рейтинга работы Кустанайский район получил сертификат на сумму 2 миллиона 100 тысяч тенге, а отдел образования города Кустанай – 2,5 миллиона тенге. Хамзан Урпийсов, Наталья Луговская, Алия Досмагомбетова, РТН. Продолжаем выпуск. Полицейские выявили еще более полутора тысяч нарушений правил дорожного движения в Кустанайской области в течение 10 дней в рамках проведения долгосрочной операции «Безопасная дорога». Напомним, она длится в регионе уже полтора месяца. И за это время только нетрезвых водителей задержано более двух сотен. Несмотря на проводимую полицией работу, в области вновь фиксируются факты ДТП, в которых люди получают травмы и даже гибнут. Подробности у Виталия Луговского. За последние 10 дней полицейские в Кустанайской области задержали четыре десятка водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Всего с начала проведения в регионе операции «Безопасная дорога». За подобные нарушения прав лишились 239 людей. Так, 25 августа в 2 часа ночи в городе Аркалык установлена автомашина ВАЗ под управлением 26-летнего водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту, до водителя составлен административный протокол. Водитель лишен права управления сроком на 7 лет, также подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. За полтора месяца более 1200 раз был нарушен скоростной режим. Почти 600 человек наказаны за разговоры по телефону во время управления автомобилем. 143 водителя, как выяснилось, управляли транспортом, не имея на это прав. 15 были прав лишены, но все равно сели за роль. 24 августа в 15.00 часов в городе Кустанай, по улице Кайрбекова, водитель 1981 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу в автомашине «Лада Гранта», которая двигалась прямо, за управлением которой находилась девушка в 1993 году рождения. В результате ДТП пострадал 6-летний ребенок, который находился на заднем сидении автомашины «Лада Гранта», не пристегнутый ремнем безопасности и без детского удерживающего устройства. Ребенок госпитализирован в хирургическом отделении детской областной больницы. Хотя мать пострадавшего ребенка не виновата в столкновении автомобиля, ее тоже привлекут к ответственности, так как ранее она была лишена права на управление. За полтора месяца выявлено более 400 фактов, когда дети в машинах не были пристегнуты. Не пристегнутых взрослых выявлено больше в три раза. За 45 дней к ответственности привлечено за нарушение правил более 1300 пешеходов. Факты наездов на переходящих дорогу людей также продолжают регистрироваться. 24 августа, 7.30 часов, по улице, это улица Сдык, города Кустанай, был совершен наезд на пешехода 95-го года рождения, который переходил в проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомашины «Газель», совершивший наезд, не увидел пешехода из-за остановившегося перед пешеходным переходом автобуса, игнорируя требования правила дорожного движения. Пешеход доставлен в больницу, и сразу 9 человек пострадали в ДТП на одной из областных трасс. С 25 августа, в 8.30 часов, на 141-м километре автодороги, по улице, жил дома, водитель, женщина 1970-го года рождения, управляя автомашиной «Тойота Альфард», двигаясь в сторону города Кустанай, не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомашины в пювет. В результате ДТП водитель автомашины скончался на месте происшествия. Ранение получили 8 пассажиров, в том числе 5 детей. Трое из них, 11, 7 и 3 лет, госпитализированы в улице, как и двое взрослых, 28 и 66 лет. Осман Какимжанов, Виталий Луговской, РТН. В Кустанайском районе в этом году идет серьезная работа по ремонту улиц. Из бюджетов республики и области для проведения среднего ремонта 14 улиц в четырех селах выделено 414 миллионов тенге. Помимо этого, в порядок приводят и дорожное полотно города Тобыл. Здесь асфальт появится на 25 улицах. Мои коллеги расскажут подробнее. В городе Тобыл Кустанайского района в этом году идет масштабная работа по среднему ремонту улиц. Их планируется отремонтировать 25. В прошлом году в порядок были приведены 13 улиц. Причем асфальт появится, отмечают представители Акимата, на тех улицах, где его никогда и не было. С средним ремонтом в этом году в городе Тобыл охвачено 25 улиц. На сегодняшний день на 80% работы уже завершены. Из районного бюджета на этот год у нас выделено более 350 миллионов тенге. Это средний ремонт дорог, себя включает улиц. Кроме этого, мы еще делали внутридворовые дороги, что составляет более 70 миллионов тенге. В целом же по Кустанайскому району в рамках государственной программы ООО «Бесеге» в 2021 году республиканского и областного бюджетов было выделено 414 миллионов тенге для проведения среднего ремонта 14 улиц в четырех селах. Алтындала, Заречная, Сочиковка и Жамбыл. К примеру, в Заречном отремонтируют три улицы. Среди них на улице Советской впервые появится асфальт. У нас на этой улице никогда никаких грандиозных строек не происходило. У нас улица практически окраина Заречного, и мы даже не ожидали, что у нас такой праздник придет. Посадки проредили, планируется установить лавочки. И главное – асфальт. У нас всегда была проблема проехать. К ремонту этих трех улиц в Заречном только приступили, но, как отмечают в местном Акимате, проблем со строительством быть не должно. В последние годы такого объема не было. У нас улица Советская, улица Мальна, Садова, которая протезорно самая длинная по поселку. Сейчас в данный момент по улице Советской, где мы стоим, сейчас началась работа, буквально три дня, в воскресенье, по неделю, в вторник. Работу начали активно. Сейчас все моменты и согласующие органы, на Хазахтелеком, вот эти коммуникации совместно здесь с подрядчиком технодзор. С этого года буквально лаборатория, которые исследовали по качеству дорог, все на месте, получают специалисты. Я сам лично контролирую. Как отметили в Акимате Кустанайского района, все запланированные строительно-монтажные работы по проведению среднего ремонта на дорогах должны завершить к 1 октября. А где-то проекты сданы будут и раньше. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. Специалисты Верхнетобольского рыбопитомника в данный момент проводят первый этап зарыбления водоемов. По плану в водохранилище Верхний Тобол и Каратамары выпустят примерно миллион сигалеток карпа. Учитывая неприхотливость и быстрый рост карпа, сотрудники рыбопитомника дают прогноз, что из всего количества зарыбленных сигалеток должны выжить более 90%. Подробности в следующем сюжете. В мае этого года работники товарищества Верхнетобольский рыбопитомник запустили мальков карпа в специализированные пруды. Для того, чтобы они выросли до необходимых размеров, согласно технологиям производства, требуется около 4 месяцев. К концу лета вес сигалеток карпа достигает 30 граммов, что позволяет запустить их в открытый водоем. На сегодняшний день у нас проходит первый этап зарыбления Верхнетобольского водохранилища сигалетками карпа. Сигалетки мы выращиваем сами. Там у нас имеются выростные пруды. Зарыбляли в этом году 6,5 миллионов личинок карпа. И на данный момент получили 1,4 миллиона сигалетков. Миллион мы должны зарыбить в два водохранилища Верхний Тобол и Каратамары. До начала процесса зарыбления сигалетки были перемещены в пруды-садки для передержки. Спустя несколько дней рыбоводы вылавливают их, чтобы поместить в специализированный контейнер для транспортировки. За всем процессом зарыбления от начала до конца наблюдают сотрудники Тобол-Таргайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Сотрудниками инспекции ежегодно проводятся работы по реализации и контролю функций в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов. На данный момент все мероприятия по зарыблению осуществляются с соблюдением всех нормативных правил рыболовства. Соблюдая необходимые условия, при транспортировке в им гостях сигалеток запускает водоём при плюсовой температуре воды. На сегодняшний день мы зарыбили 21 тысячу в Верхнетобольское водохранилище. До конца сентября мы планируем зарыбить 437 тысяч в Верхнетобол и 470 на Каратамары. То есть до конца сентября это будет выполнено. Учитывая все факторы влияния природного комплекса, а также неприхотливость и быстрый рост карпа, сотрудники Верхнетобольского рыбопитомника дают прогноз, что из всего количества зарыбленных сигалеток должны выжить более 90%. Мы с весны маленьких запускали в пруды летние, потом мы кормили их, подкармливать начали, уже когда подошёл срок, мы кормить начали. А потом уже, вот видите, сами зарыбляем, отправляем где-то на то, что люди зарыбляли свои пруды. Примерно в таких же объёмах зарыбление Верхнетобольского и Каратамарского водохранилищ общей площадью 19 тысяч гектаров будет проводиться в ближайшие 20 лет. Елена Чегельская, Валерия Изновьева, РТН, при содействии телекомпании «Акцент». Такими были события дня. У меня на этом всё. До свидания.